И тут уже, знаете, шахматный мир наш в этом не виноват. Не все в нашей власти. Итак, смотрим эту партию. Ну что, конь Цатынь, Немцович? Нет, новоиндийская будет. Опять не новоиндийская. У нас возникает ферзовый гамбит. Это сейчас очень модный порядок ходов за черных. Конь идет на Д7. В случае слона Ф4, да, можно взять ДЦ и потом слон Д6. Есть такая идея. А, нет, это очень острый вариант. Видите, что подставляем пешку и слон идет на Б4 с шахом. Так, конь Д5. Нападаем на коня на Ц3. Здесь теория даже еще и не думала начинаться, да. То есть, эти ходы соперники делают довольно быстро. Они здесь все знают. Но, возможно, Ливон хочет уйти в сторону от основных продолжений. Давайте посмотрим. Вообще, рановато задумываться. Но, я думаю, что Ливон хочет припасти что-то для основного турнира. Но пешка на Ц4. Надо так или иначе что-то делать. Допустим, конь с Д7 на Б6 может идти, защитить эту пешку. Не дать белым развить слона. Нет. Но пока Ливон разменивает сильную слона. Ну, хорошо. Вот после такой артподготовки играем конь Б6. И тут выясняется, что на конь Б4 заготовлен ферз А4 шах. Да, похоже, шахматисты все-таки уходят у нас от столбовой теории. И что-то здесь у Ливона не связывается. Потому что пешки нет. Давайте так. Считаем пешки аккуратно. У белых 7, у черных 6. Возможно, какая-то компенсация сейчас и будет. Слон отошел. Слон Б7. Хотим взять на Ф3. Можно слона на Е2, кстати, отвести. Над этим сейчас Шахриар думает. На Б3 или на Е2. Да, но это специально сыграно для того, чтобы слон Б7 уже было не связано с угрозой размен на Ф3. Ну, могу сказать словами известного советского комментатора и шахматиста. По мнению гасмейстера Шипова, у белых лишняя пешка. И я пока не вижу компенсации достойной. Конь Д5. Ну, Ж3, да, на Ф4 не зевнули. Вот Ливон изобретает эту компенсацию. Ну, то, что белым пришлось сыграть Ж3, это, в принципе, уже позитивный момент. Потому что все-таки вот эта большая белая диагональ может, в конце концов, сказаться. Ну, пока Ливон нападает на пешку С3 и на пешку А2, ну, вроде бы белые достойно держатся. Ферз Д2 защитили обе слабые пешечки. И потом ладью на Д1 можно подтянуть. Ну, что, от слома Б7 трудно отказаться, Ливон? Надо так и играть, наверное. Нет, ладья Д8. Делаем противостояние против белого ферзя. А вось где-нибудь поможет. Ладья Д1. Такие естественные, простые ходы, которые не могут быть плохими. Ну, вот Ливон пытается что-то изобрести. Ну, мне кажется, слома Б7 надо все-таки играть побыстрее. Слома Б7, ну, трудно указать, что это более серьезное. Ну, супер-гроссмейстер они на то и супер. Потому что могут даже в простых позициях предложить какие-то необычные, нестандартные решения. Может, вообще слон Д7, слон А4 сейчас придумает Ливон. Но время жалко тратить. Нет, видите, вот слома Б7 играет. Просто этот ход надо было делать в 10 раз быстрее. Но ясно, что Ливон искал. А ведь когда ищешь, никогда нет гарантии того, что ты найдешь. Иногда ищешь, ищешь, и ничего нет. Выясняется, что ты время потратил практически зря. Но гарантии, гарантии тут дела невозможны. С4 мы видим, что белые расширяются и упрощают ситуацию. Размен ферзей вот насчет неизбежен, я хотел сказать. А КБ4 есть ход. Ливон как раз об этом думает. А зачем меняться, если можно сохранить напряжение? КБ4 ход очень заманчивый. На А2 можно съесть без случая. Пешка на Д4 зависает. Правильно, правильно. Ну вот теперь интересно, что здесь Шахриар задумал. Не факт, что он вообще что-то задумал. Потому что в блице, вы знаете, играют на ощущениях кончиками пальцев. А кончики пальцев не всегда могут прощупать позицию. До серьезной глубины. Да, вот видим, что Ливон взбодрился. Сейчас так расправил плечи. А Шахриар задумался, что же делать дальше. На Д4 зависает. На А2 зависает. Не так-то просто. Перевес белых сейчас под вопросом. Под вопросом. Да, пешку, видимо, придется вернуть. Надо какую-то инициативу сохранить, чтобы пешка С4 где-то пошла вперед. Но это не так-то просто сделать. Конь на Ф3 тоже является такой подвисающей фигурой. Но двигать его на Е5 не хочется, потому что пешка на Д4 зависла. Непростая ситуация, дорогие друзья. Непростая. И вот буквально ход назад у белых была комфортная ситуация с лишним пешкой. А сейчас комфорт им только снится. Смотрите, была лишняя минута у Мамедьярова. Он все потратил. Все, что было, потратил. И теперь им нужны какие-то нетривиальные. И очень непросто. Ладья Б1 хочется играть. Да, чтобы конь на Б4 подвешен был. И что теперь на Ферзь бьет А2? Тогда взяли и на Б7 зависает. Ну что, хороший ход нашел азербайджанский гроссмейстер. Вы знаете, думал минуту, но думал не зря. Ладья Б1 – это ход большого мастера. Вот теперь черным не так-то просто тоже разгрузится слон Е4. А если ладья просто ушла на Б2, что дальше? Или даже на Б3, да? С идеей А3. Ну вот чуть-чуть, секундочку подумал над этим Шахриар. Но ход нормально сделал. Так. Не знаю, может быть вообще Ферз А3 сыграть и на коня Ф3 напасть. Вот такая есть идея у Вороняна. Смотрите, тратит время. 30 секунд остается. Еще немножечко и придется играть руками уже на глазок. Ферз А3 сыграно. И так подвисает конь на Ф3. Что делать? Что делать? Ферз Е3 не сыграешь. Ладья на Б2 подвисает. Так. Задумался Шахриар. Очень нервная обстановка. Ладья Б3. Может быть сразу надо было так играть. Я вообще подозревал это. Но. Так. Взяли на А2. И там еще Слонца 2 в итоге будет. Вилочка такая подвисать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не просто здесь белым. Могу сказать, что несмотря на то, что ход партии вроде бы говорил о том, что у белых преимущество. Но здесь вот я в этом уже не уверен, дорогие друзья. Мне кажется, что вот эти подвисающие пешки в центре говорят о том, что скорее у черных здесь преимущество. И вот эти ладьи еще, смотрите, зависли буквально в безвоздушном пространстве. Ферз сейчас атакует ладью. Ну что, надо меняться. Надо меняться, Шахриар. Меняться и играть ладья один. Срочно. Пока, в общем-то, есть такая возможность. Взяли-взяли. Только побыстрее. Побыстрее. ДЦ. Так. Взяли-взяли. Ладья Д8. Ну, не знаю, слона можно увести. Первый ряд, наверное, не зависнет. А, на слон Е2, конь С1. Ох, какая неприятность-то. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, король Ж2, это была ловушка такая детская, да? Там восьмой ряд подвисает. Давайте посмотрим. Так. Ладья Е3. Ну, нашелся все-таки ход. Смотрите, а вот как все-таки на последних каких-то нюансах держатся эти шахматисты. И после каждого их хода категорически меняется оценка комментатора. Белые делают ход, кажется, что у них лучше. Черные делают ход, я не вижу защиту за белых. Но, на самом деле, истина всегда находится посередине. Примерно равное положение. Ладья бьет С5. Там шах и ладья Д7, да? Ну, близко к ничьей. Я думаю, что соперники здесь не должны подкачать. У черных, правда, есть вот этот маленький козырь на поле А7. Может быть, где-то крайняя пешка проскочит вперед. Так. И опять побежала. Опять надо бежать вперед. Ф6. Ф6, конь Д4. Теперь угрожает торжение на Е6. Ну, снова как-то весело у белых стало. Да, если возьмем на Е6 и потом на Ж7. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот сейчас белые точно уже играют на победу. И взяли на А7. Да, вот одна лишняя осталась. Вы знаете, видимо, важные моменты остались позади. И сейчас азербайджанский гроссмейстер наседает. Так. Ну, правда, у Вороняна видим, что контрыгра связана с пунктом Ф2. Сейчас угрожает ладья Ц2. Так. Опа. Так. Конь бьет Ф2. Конь бьет Ф2. Правильно. Ладья Д4. Хорошо. Безопасно так отскочил. Король Ф3 на Х2 съел. Ну, видимо, опять-таки дело к ничьей. Но у белых чуть-чуть активнее положение. Король на Ф5 сейчас поскачет и на Ж6, да, с матом. О, вперед, ворвались, как держаться. Кстати, непростая опять-таки позиция. Может быть, конь Д8. Ух, какая перекрышка красивая. Смотрите. Смотрите, как здорово. Наш 5 может пока забрать одну пешечку, да. Не помешает, да. Конь Е3 и вернуться на Ж6. Вы знаете, если вторая на Ф6 упадет, то не удержится черный флаг. Флаг. Ливон. Ливон прям за нервы нас дергает. Конь Е6. Так. Только важно мат не земнуть. По восьмому ряду. Так. Конь Аш5 и конь Е6. Да. Тяжелейшая позиция ученых, конечно. Тяжелейшая. Но если Ливон такой удержит, это будет трюк в стиле Гарри Гудини. Есть у нас в шахматах сейчас программа такая. Гудини чуть не съел защищенного коня. Фантастика. Фантастика, что происходит. Так. Ну, коня-то надо убрать. Может случиться все, что угодно. Любой зевок абсолютно возможен. Так. На Ф5 зависла. Так. Конь Е6. Опа. Опа. Взяли-взяли. Да. Похоже, победа. Победа. Победа у белых. Потому что пешка на Ф5 гибнет. Да. Ну, вот это уже техническая позиция. Да. Здесь нервы абсолютно уже расслабились. Но мы видим, что Шахриар немножко извиняется перед соперником. Потому что в Цветноте там такие прыжки были. Ну, что. Получается так, что у нас явный и неоспоримый лидер в турнире образовался. У Шахриара Мамедьярова 4,5 очка из 5. И он заметно опережает своих соперников. Я сейчас посмотрю, как сыграл Томашевский. А Томашевский сыграл ничью. Да. На очко. Мамедьяров опережает Томашевского. Нет, на полтора очка. Мама. Вот это да. Смотрите, какой огромный отрыв. На полтора очка опережает Томашевского. Ароняна. Может быть, Гельфанд и Анант подтянулись. Давайте посмотрим, как сыграли. Так. Ян непомнящий сыграл в ничью с Гири. Свидлер выиграл у Гельфанда. Так. А Анант сыграл в ничью. Да. Вот вы знаете, все идет к тому, что Медиаров у нас очень-очень близок к тому, чтобы здесь, ну, просто заранее обеспечить себе какие-то призы в этом турнире. Я, кстати, не знаю, есть ли у нас здесь призы. Вот помимо лишнего белого цвета в основном турнире, есть ли призы? Ну, вот Марк Глуховский меня разочаровывает, говорит, что призов здесь нет. Ну, хоть бы слоники какие-нибудь, не знаю, на кону. Надо же хоть слонов каких-то разыграть, не знаю. Может быть, какие-то сувениры, да. Может быть, какие-то наброски юных российских импрессионистов. Ну, что-то такое. У нас же музей все-таки надо как-то стимулировать, да, творческую энергию шахматистов. Ну, что же, дорогие друзья, я думаю, что во время наших онлайнов основных мы здесь будем любоваться картинами. Я, признаться, не силен в живописи. И вообще само понятие импрессионизм как-то, вот, вы знаете, в нашем далеком советском прошлом прошло мимо нас. Ну, я надеюсь, что во время турнира мы подтянем этот художественный момент. Итак, Мамезьяров 4,5 очка, по 3 у Томашевского и Орняна, 2,5 Анант, Свидлер, Крамник. Ну, и дальше большая группа в полосатых купальничках. Так, смотрим следующий тур. Так, Томашевский, Гельфанд, Непомнящий, Свидлер. А давайте посмотрим Непомнящий, Свидлер, потому что 7-кратный чемпион России у нас все-таки играет в турнире и как-то хотелось бы уважить Петра Вениаминовича. Я предлагаю посмотреть сейчас именно вот этих вот парней в белом. Есть люди в черном, а вот это у нас люди в белом. Так, галстук, конечно, лишний. Вот здесь для блица, все-таки в галстуке, знаете, и блицевать, это, наверное, не самое правильное. занятие, но с другой стороны Петр выглядит красиво. Давайте посмотрим. К сожалению, в Баку мы не видели Петра. Российская сборная, это, наверное, такой коллектив, куда любому супергроссмейстеру трудно вписаться. Ну и вот у нас такая ситуация, что 5 очень-очень сильных гроссмейстеров всегда остаются за бортом этой команды. Я бы, конечно, я всегда радовал за то, чтобы Олимпиаду проводить в формате 10 человек. 10 досок должно быть. Вот тогда золото от России не ушло бы вообще, абсолютно. Вот, не знаю, там никакой конкуренции не было, особенно если бы по сумме набранных очков просто в отдельных партиях. Вот тут мы опередили бы всех очков на 20 тогда бы. Но, к сожалению, руководство ФИДа не идет нам навстречу. И скорее мы сократим количество досок в командах, чем увеличим. Ну, руководство ФИДа действует по-своему правильно. Дело в том, что нужна интрига, нужна большая конкуренция. И этой цели они добились. Объективно говоря, сейчас на Олимпиадах действительно очень много сильных команд. И каждый может обыграть каждую. Так что в этом есть своя высшая справедливость. Давно миновали те времена, когда, например, сборная команда Советского Союза заранее могла вешать себе золотые медали на грудь. В общем-то, в любом составе абсолютно, в любом варианте мы были однозначными победителями. А сейчас интрига очень большая. Но для нас, для россиян, главная интрига доколе. Как долго еще продлится это положение вещей, когда первая по рейтингу команда вновь останется без золота? Ну вот уже 14 лет, значит, до следующей Олимпиады, которая состоится в Батуми, это уже будет 16. Ну, я надеюсь дожить. Могу сказать, что я надеюсь дожить до того момента, когда Россия все-таки возьмет золотые медали. Субтитры сделал DimaTorzok